Всем здравствуйте, коллеги и друзья! Сегодня позвали меня поговорить на тему карьерного марафона, о том, каким образом может развиваться карьера, что может происходить, поделиться какими-то своими мыслями, опытом. Задумался о последних 10 лет работы своей собственной, как раз те 10 лет, которые работал в компании Сибур. Начинал аппаратчиком, пришел после института, соответственно, развивался, рос. Сейчас работаю начальником производственного диспетчерского управления на пермском предприятии Сибура, на Сибурхимбурме. За это время сменил 8 позиций, 8 должностей, 3 географии, это Перим, Москва, Тюмень. Это было 4 разных направления, то есть совершенно кардинально разных, как по сути, так и потому, что необходимо было делать. И когда шел сюда, думал, а о чем рассказать-то, может быть, поделиться теми действиями какими-то, что мне получалось, что не получалось, что позволяло двигаться дальше, что не позволяло. Потом думаю, нет, причина же не в этом. Причина не в том, что мы делаем на самом деле, глубина, если подумать, но об этом чуть позже расскажу. Хотел бы начать как раз с первого моего опыта в компании Сибур. Пришел аппаратчиком, у меня был начальник цеха, и он мне говорил, Андрей, будь всегда готов занять следующую позицию, будь всегда готов владеть навыками, компетенциями, понимая ситуацию, думая даль наперед, что нужно для того, чтобы занять следующую позицию. Не с точки зрения того, что там быстрее беги по карьере, а что ты должен сделать, чтобы был готов, чтобы ты морально имел право для того, чтобы занять другую позицию или пойти в другое функциональное направление, например. И так получилось, что я был молод, мне был 21 год, и я это воспринял как, сказали, значит, делать, интересно ведь вроде бы. И все, и думаю, хорошо. Был аппаратчик на одной установке, изучил 4. Через год стал старшим аппаратчиком производства и управлял режимом технологическим на 4 установках. И так мой начался рост как раз с точки зрения технолога, именно по управлению производством. Параллельно мне было интересно общение с людьми, то есть то, как люди на меня реагируют, как коллективы реагируют, как можно с ними работать. Я стал полез в молодежное движение, был представителем Совета молодежи как раз предприятия, был представителем комиссии уполномоченных по охране труда. Это позволило развивать мне навыки и общения, и с коллективами, и с людьми договариваться о чем-то, то есть какие-то переплетения уже и профессиональных навыках, и каких-то культурологических, что ли. И как оказалось, мой руководитель был в чем-то прав, то есть то зерно, когда становишься внутри к чему-то готов, то, видимо, что-то приходит снаружи. И мне пришло, кстати, забыл сказать, начинал я в субхолдинге Сибур минерального удобрения как раз на предприятии, которое сейчас уже за периметром. И пришло как раз приглашение, когда я морально уже почувствовал свою готовность к тому, чтобы прийти работать в организационный проект, а именно внедрение производственной системы Сибура. И я понял, что я же готов к этому, я готовился, получается, почему бы нет, я принял это приглашение, и этому был очень рад. Почему я все это рассказываю? Для чего вообще, зачем? Ключевая суть просто про то, что я начал говорить про то, что действия на самом деле не важны. То есть, если бы мы с моим руководителем обсуждали действия, ну, смогли бы он запрограммировать меня там на пять лет вперед или на два года хотя бы, или даже на год. Думаю, что нет. Мы говорили про какие-то убеждения, про мысли. Вот как раз сегодня с вами про мысли хотел бы поговорить. Сейчас начну одну маленькую картинку рисовать, и на примере ее как раз разберем один кейс. Я бы спросил, кто из вас был на пирамиде Хеопса, но я сам не видел, поэтому не буду спрашивать, это очень дорого вам покажусь. Представим, что у нас есть пирамида. А вот издалека что самое видное у пирамиды? Это ее верхушка, по сути. То есть, мы видим то, что с самого верха. И это есть в нашей, в той логике, которую я сейчас расскажу, это есть результат. Назовем его буквой R. То есть, результат виден издалека, всегда он плохой или хороший, он понятный, легко оценить, сделали, не сделали. Все легко и просто. Следующий уровень становится заметным, когда мы подходим ближе, это те действия. То есть, кто что делал, чтобы прийти к этому результату, как он это делал. То есть, те действия, которые нас привели к этому результату. Как вы думаете, что может быть вот здесь вот в базе? Не буду вас долго мучать. Это некоторые установки или убеждения. То есть, те мысли, которые в нас сидят внутри, которые заставляют нас делать те действия, которые мы делаем, приводят к тому результату, который он приводит. И рассуждая об этом, я подумал, что действительно ведь это гораздо проще договориться на уровне установки или убеждения, к чему мы идем, вообще зачем все это надо. И дальше рождается масса плюсов. Сейчас о них поговорим. Представьте ситуацию, мы группа туристов, и мы идем от Коржановского 16-1 к Красной площади в Москве. У нас задача дойти до площади, погулять и получить удовольствие. Мы идем, перед нами дорога, проезжая часть 4 полосы в одну сторону, 4 в другую, Москва, активное движение. И если мы будем фокусироваться на результате, у нас будет задача просто перейти через дорогу. Сколько людей перейдет, как это мы перейдем, там посчитаем, сколько дошло, сколько не дошло, и это будет уже, скажем так, последствия. А если мы будем фокусироваться на действиях, мы будем говорить, так, ребят, мы все дружно идем, у нас есть пешеходный переход, есть перекресток, зеленый сигнал светофора, и кто-то должен стоять, смотреть, что все шли, то есть ображдаются процедуры контроля, когда мы вынуждены проверять, кто как выполняет договоренности на уровне действий. И это что? Это получается затраты ресурсов, люди чувствуют себя под надзором, они вынуждены каким-то образом пытаться подстроиться под ситуацию и не выглядеть еще и дураками без изображения. А что будет, если мы договоримся на этом уровне, на уровне убеждений? Когда мы договоримся, что нам важно, безопасно, соблюдая правила дорожного движения, передвигаться по дорогам, надо ли будет контролировать, если все примут это условие? Думаю, что нет. То есть когда человек понимает, что ага, мы же договорились, что нам надо безопасно дойти через дороги, соблюдая ПДД до Красной площади, ну и все, и зачем его контролировать? То есть я к чему, если отматывая назад мой пример? Мы договорились на уровне установки, что на тот момент мне вживили в голову, поскольку я был молод и неопытен. А сейчас это происходит немножко по-другому, сейчас чуть позже расскажу. У меня была установка, я исследовал. То есть я понимал, что мне нужно идти в этом направлении, и я двигался, соответственно, по шагам. Сейчас это происходит несколько иначе. Сейчас есть возможность с руководителем моим, с руководителями смежных функций общаться, выравниваться, договариваться. То есть формировать на уровне убеждений как раз и установок, выстраивать тот образ, куда мы идем. И как следствие отсутствие контроля лишнего, не нужно перед кем-то отчитываться, потому что мы понимаем, что мы идем туда, и нам не нужно лишний раз выравниваться, договариваться о чем-то. Мы это уже один раз договорились, и мы это знаем. Если что-то меняется, мы передоговариваемся, и направление меняется, но не появляется лишних контроля, лишней какой-то там опеки. Больше свободы действий, больше свободы времени, и как следствие синергия некого результата появляется. То есть за счет того, что больше времени и меньше контроля, можно делать гораздо больше задач, по большому счету. И это очень важный момент. И, соответственно, возвращаясь к нашей группе туристов, представьте, если эта группа туристов, скажем так, она не только на уровне установок договорилась. Вы знаете, пирамида у нас же большая, она же тяжелая, она должна на чем-то стоять. В Египте хорошо, у них там воды практически нет, и у них там все стабильно, у нас там почвы разные бывают. Но всегда у нормального фундамента есть какая-то подушка. То есть та часть, на которой весь фундамент стоит, и эта подушка позволяет ему держаться ровно, стабильно и не перекашиваться. И в нашем случае эта подушка — это ценности, по сути. То есть это сочетается с тем, что у нас сейчас в компании происходит, про ценности, и оно действительно так. Но я практически об этом же. То есть когда у меня есть ценность, например, я ни в коем случае не рискну своей семьей или группой своих друзей, с которыми мы идем в Красной площади. Если у меня есть такая ценность, и у всех в этой группе есть такая ценность, ну если по нашей аналогии это безопасность без компромиссов, и она у нас есть заранее, мы даже собирали группу, например, по этому принципу, то нужно ли вообще обсуждать, что нам надо безопасно дойти за Красной площадью? Я думаю, что нет, потому что все это на подкорке понимают. И, соответственно, если мы начинаем общаться на уровне ценностей, то это общение вообще разово происходит, и не нужно в принципе дальше прилагать усилий для того, чтобы как-то выравниваться, договариваться. Люди работают в синергии, работают вместе и идут в одном направлении. И к чему я веду? Вот я вот до этой штуки дозрел совершенно недавно. Про это я понимал, как вы поняли, уже, наверное, с уровня, когда перешел с аппаратчика на более высокие позиции. А вот до этого уровня я дошел только, наверное, в начале 2019 года. И у нас это называется по большому счету управление по ценностям. То есть когда мы садимся с руководителем, обсуждаем, а что ценно, а что важно, применительно к конкретной задаче или применительно в общем к работе, применительно к направлению или к развитию людей. То есть что ценно. И принимая решение через ценности, можно добиваться сверхъестественных результатов, потому что, опять же повторюсь, нет контроля, нет задачи перед кем-то отчитаться. Есть общее понимание, куда мы идем, зачем нам все это надо, почему мы этого хотим, и на основе этого мы достигаем результат. И очень важный момент, на котором в конце хотел обратить внимание. Часто бывает так, что люди пытаются через действия пойти. Давайте представим, что у нас второй этаж резко вырос в размерах. Что будет с таким домом или пирамидой? У нее, когда масса здесь выросла, она начнет быть нестабильной, она может начать валиться. И вроде как у нас результат здесь должен быть хороший, появится большая часть, мы же много усилий прилагаем. Но, во-первых, это может быть недолго. Любая подвижка грунта, еще что-то, она приведет к опрокидыванию этой всей неустойчивой системы. И в конце концов, когда у человека, если уже говорить про человека, а не про пирамиду, вот эта часть ослаблена, если ее здесь нет, то в определенный момент он не сможет заставлять себя выполнять те действия, которые нужны для этого результата. И поэтому, когда мы говорим про управление по ценностям, мы говорим про системный, постоянный подход, долговременный к тому, чтобы приходить к тому результату, который мы хотим. Именно основываясь на большой мощной подушке. Без перекосов, без непредсказуемого результата, стабильно, с улыбкой, с удовольствием развиваться и идти дальше. Вот ключевая мысль, которую я хотел с вами сегодня поделиться. Спасибо большое, что выслушали. Хорошего всем дня и замечательного настроения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok